здравствуйте тот кто видит специальные военные операции лишь войну тот абсолютно не понимает ее смысл и предназначение вооруженное противостояние на украинской территории это гораздо больше чем просто вооруженное противостояние поясню специальная военная операция это механизм с помощью которого россия создает необходимые условия для решения целого ряда абсолютно не военных задач и решение этих задач в конечном итоге идет достижение стратегических целей любая война это настоящее которое отделяет прошлое от будущего любая война что-то завершает одновременно что-то начиная она отделяет настоящим прошлое от будущего и эта война не только завершает проект украина она завершает ту россию которая возникла в 1991 году на руинах советского союза и она завершает то глобальное мироустройство которое было создано после крушения ссср наше сознание меньше всего приспособлено к восприятию нового и дело тут не в консерватизме а в органике мозга все новое требует от мозга создания новых нейронных связей восприятия новизны а это для нашего организма крайне сложный и энергозатратный процесс попробуйте понять абсолютно непривычную для вас мысль особенно когда она противоречит вашим смысловым установкам попробуйте совершить абсолютно непривычное для вас движение попробуйте осознать что все привычное для вас навсегда исчезло что произойдет ваш мозг ваше тело и ваше сознание будут этому сопротивляться пытаясь сохранить психический и психологический баланс пытаясь обратить 5 от нового к старым отсюда и неприятие многими украинскими гражданами всего того что сейчас происходит на украине их мозг просто не успевает выстраивать новые нейронные связи для восприятия новой абсолютно непривычны для них ситуации а поэтому их сознание отрицает новую реальность пока отрицает но принятие неизбежного неизбежно это лишь вопрос времени а когда новые нейронные связи сформируются сознание укра граждан убедительно докажет им необходимость и целесообразность этой новой реальности аналогичная ситуация с теми россиянами чьи нейронные процессы не поспевают за разворачивающимися сейчас событиями их сознание отрицает неизбежно апеллируя к прошлому и пытается вернуться в это прошлое которого уже нет часто очень сложно отделить субъективно от объективного часто очень сложно понять где индивидуальные хотения где независящие от них объективные процессы лично мне сложно сказать что стало причиной специальной военной операции воля российского президента или неумолимый исторический процесс а может эта воля как раз и является той психофизической точкой в которой исторический процесс осознал сам себя надеюсь вас не смутит небольшая порция гегельянства в сегодняшних рассуждениях тот кто читал мои книги знают что я начал говорить о неизбежности закрытия проекта украина в 2005 году глупцы воспринимали это как украинофобию дураки и сейчас не воспринимает как украиненавистника а на самом деле я просто сформулировал диагноз анализируя суть проекта украина глупцы до сих пор меня обвиняет в том что я якобы не люблю свою малую родину не понимая что я не люблю страшную болезнь которая убила мою малую родину именно поэтому я с 2005 года призываю к закрытию проекта украина это не ненависть это не эмоции это констатация неизбежного если бы я просто эмоционировал если бы я просто ненавидел мои прогнозы бы не сбывались а теперь мы подходим к необратимому финалу и специально военная операция как раз создала все необходимые условия для закрытия проекта украины не для подписания выгодного для россии мирного договора и для освобождения всего донбасса не для возвращения всего юго-востока в состав россии а для ликвидации украинской псевдо государственности как таковой чем я могу вам гарантировать что большевистского варианта украины в виде некой автономии не будет потому что сейчас политика москвы чистый прагматизм и проект украина в любом его варианте никому там не нужен точно так же как он не нужен подавляющей части украинского населения в этом вопросе полный консенсус поэтому это финиш теперь никто киевскому партхозактиву самостинность и незалежность даже в виде автономии и не подарит ленины и когановичи канули в лету а поэтому проект украины не просто закроет а растворят в полном забвении даже само понятие украина москве уже понимают что только в этом случае наступит полное излечение и только в этом случае не будет рецидива потому что в отношении болезни компромисс невозможен любой компромисс даже очень выгодный для россии который сохранит проект украина хотя бы в масштабах 100 квадратных километров будет означать стратегический проигрыш россии так как он сохранит для наших западных врагов с одной стороны возможность деструктивного болезнетворного воздействия на нашу страну а с другой возможность размножения русофобского вируса я знаю что очень многие переживают по поводу того что москву говорят и она согласится оставить проект украина в каком-то урезанном и локальном виде я и сам этого опасаюсь когда эмоционирую но дело в том что стратегической цели которую путин поставил перед российским государством в конце прошлого года невозможно достичь без полного закрытия проекта украина и данное закрытие это лишь первый абсолютно необходимый этап на пути достижения поставленной российским президентом цель поэтому вряд ли кому-то удастся уговорить москву вместе с тем я бы не стал сводить все предназначение специальной военной операции только к закрытию проекта украина война на украинской территории касается не только украины но и россии как я уже сказал война это рубеж после которого украины не станет а сама россия станет иной во первых специальная военная операция нанесла мощнейший удар по компрадорской элите россии которую за 30 лет любовно взросил запад после двухтысячного года стране фактически сформировалась двоевластие наследники ельцинской эпохи формируетарно остались в госструктурах сохранили свое доминирование средствах массовой информации системе образования культуры и книгоиздания компрадоры ельцинской эпохи потеряли абсолютную власть но не утратили своего влияния на госструктуры и общество существуя несколько десятилетий в ожидании своего реванша а начало специальной военной операции вынудила американцев активировать внутри россии спящую до этого момента пятую колонну вашингтон бросил в бой все резервы которые у него были внутри россии именно поэтому в состоянии психопатической русофобии из всех щелей полезли разнообразные чиновники бизнесмены деятели культуры и искусства с яростными осуждениями и гневными обличениями американцы начали ими стрелять в россию очередями и это замечательно когда сша израсходуют свой боекомплект в виде 5 колонны произойдет естественное самоочищение российской элиты по сути вся узкая социальная прослойка люто ненавидящая россии ее народ во имя соединенных штатов и европы стрелянными гильзами летит в утиль освобождая место для новой национальной они прозападной элиты процесс очищения не будет быстрым но он уже запущен и стал необратимым сложившихся условиях любой западный прозападный или антироссийский народе звучит в россии исключительно как призыв к предательству родины и игнорировать подобные очевидности уже никто не сможет богато жить как раньше за счет предательства уже не получится также стоит отметить что специальная военная операция против нацистского режима идеологическим фундаментом который является русофобия предельно обостряет у русского народа его национальное самосознание украинские нацисты ненавидят нас исключительно по национальному признаку исключительно как русских считая себя антитезисом всего русского и это на фоне вооруженного противостояния заставляет нас русских предельно остро ощущать свою русскость я говорю сейчас о том что когда-то испытал сам до того как на украине фактор украинского нацизма не стал определяющим моя русскость в большей степени была неосознанной до этого момента я никогда не задумывался над тем кто я и только после того как нацифицирующиеся украинское государство начала последовательно запрещать мне быть тем кем я являюсь по своей сути принуждаю убить себе русского я не просто четко осознал свою русскость ну и понял что ее необходимо защищать всеми доступными способами то есть агрессивная русофобия украины активировала мое русское самосознание и сейчас борьба с украинским нацизмом точно также активирует в миллионах русских душ их национальное самосознание сейчас русский народ проходит школу национального самосознания а одновременно с этим все народы россии участвуют специальные военные операции получают уникальный опыт не только боевого но и если так можно выразиться экзистенциального слаживания совместная борьба с общим врагом отодвигает на второй план все разделяющие различия сплачивая людей разных национальностей в единое сверхнациональное имперское целое мы сейчас все проходим через общее испытание железом и кровью которая еще сильнее сцементирует наше общество естественным образом формируя общий для всех нас экзистенциальный опыт как продолжение того опыта который получили наши предки во время великой отечественной войны нет никакого сомнения в том что специальная военная операция представляющая собой элемент широкомасштабной антагонистической войны с западом заставляет многих смотреть совершенно иначе на мир на запад на россии и самих себя реальность меняется уже здесь и сейчас вместе с ее изменением происходит интуитивный поиск нового русского мировоззрения отражающего новые реалии жизни этот поиск происходит не по распоряжению чиновников и не по заданию политиков этот поиск новых смыслов естественная реакция нашей коллективной души и разума на изменившийся мир формирование нового мировоззрения не будет быстро но она неизбежно появится как естественная духовная интеллектуальная реакция на изменившуюся реальность и это будет не холодная схематическая догма а живое дыхание души и разума наполняющего смыслом и энергии человеческое существование и экзистенциальные носители этого нового мировоззрения неизбежно станут новой элиты россии россии будущего который сейчас начало свое неумолимое движение россия прошлого всегда кто-то идет впереди прокладывая путь всем остальным путь от идеи от смысла до поступка и образа жизни так устроен мир запад вычерпав себя уходит в небытие впереди неизвестность и в эту неизвестность кто-то должен шагнуть первым и очень похоже на то что этот первый шаг сделали мы русские прокладывая путь всем остальным мы только в начале этого пути мы только на подъеме и вершины еще далеко но тот путь который предстоит против россии сделает нас во многом иными и не потому что кому-то так хочется а потому что это заставляет делать сама жизнь оставь иными мы сделаем но и россии а возможно и весь мир россия уже сейчас становится иной и вместе с тем она остается неизменной своей экзистенциальной сути и все что сейчас течет изменяется и трансформируется вследствие развертывания глубинной сути россии абсолютно неизменной и фундаментальной в непрерывном потоке своих трансформаций начатая против нас широкомасштабная война и разваливающееся западное мироустройство заставляет россию активно изменяться практически во всех сферах жизни чтобы динамично приспосабливаться к новым условиям наш враг создав для россии деструктивную среду надеется на то что мы рухнем а мы активно изменяемся превращая деструктивную среду созданную западом свой расходный материал для трансформации себя и мира когда эта трансформация завершится и гемонизму запада в новой реальности не будет места чиновник по своей природе предельно инертен ему не нужны изменения требующие его усилий потому что ему и так хорошо как гласит русская народная пословица пока гром не грянет мужик не перекрестится но гром уже грянул сами обстоятельства заставляют действовать и все пришло в движение огромная страна начала свою метаморфозу с места сдвинулось все даже то что не двигалась десятилетиями финансовая и экономическая система россии постепенно входит в фазу трансформации поэтапно отбрасывая старый потерявший свою актуальность принципы схемы и правила российские финансы и экономика сейчас в состоянии интуитивно-экспериментального поиска оптимальных финансово-производственных алгоритмов и социально-экономической идеологии все привычное но не функционирующие в новых условиях осторожно отбрасывается все непривычное но эффективное в новых условиях берется на вооружение отталкиваясь от практических задач социальной и экономической сфере россия медленно двигается к формулированию своей идеологии стратегического целеполагания постепенно отбрасывая за ненадобностью навязанные с западом идеологемы идет процесс освобождения на уровне смыслов давайте сейчас быстро посмотрим рекламу затем я продолжу тюменский бренд беспроводных наушников сиджи подс выпустил первые в мире берушники 3 в 1 самым большим динамиком наушники гарнитура беруши у новинки ровно тот же форм-фактор что и у дорогих аналогов популярного зарубежного бренда тот же самый микрофон прямо с того же завода идеальная гарнитура с идеальной передачей голоса у сиджи подс самый большой динамик в мире 10 миллиметров для сравнения у популярных более дорогих зарубежных аналогов 7 миллиметров а чем больше динамик тем точнее звук несмотря на огромные динамики тюменские сиджи подс комфортно сидят в ушах потому что у них специально антропометрические выверенная форма сиджи подс не жмут и уши от них не болят даже если носить наушники сутки на напролет чего не скажешь о дорогих аналогов с таким же форм-фактором которые кстати часто выпадают из ушей и теряются за счет грамотной развесовки ножки наушника сиджи подс не выпадают и поправлять их постоянно не нужно сидят в ушах как родные автономность сиджи подс сутки дольше чем у дорогих именитых зарубежных аналогов новые сиджи подс первые тюменские наушники с активным шумоподавлением функцию можно активировать во время прослушивания музыки во время разговора по гарнитуре и даже просто в тишине так что смело можно использовать тюменские наушники как беруши эксперты комсомолки и тинькофф журнала единодушно признали сиджи под самыми достойными наушниками самыми топовыми из бюджетных и самыми бюджетными из топовых кстати сиджи подс единственный в россии бренд с уникальной философией реальной ценности каждый рубль цены которую платит клиент потрачен на функции наушников на максимально дорогие и качественные комплектующие на материал и сборку они на глянцевые дорогие упаковки или дорогую рекламу по телевизору продукт для людей поэтому тюменские сиджи подс и стоят всего 6000 рублей в четыре раза дешевле наушников от известного западного бренда при таком же качестве ссылка на тюменские берушники сиджи подс в описании там же код на скидку 200 рублей и так готовя военный конфликт на украине американцы планировали выпилить россию в политическом торговом финансовом и экономическом плане из выстроенной ими за последние 30 лет мировой системы инициированный ими военный конфликт на украине это триггер данного запланированного вашингтоном выпиливание убить россию белый дом планировала войной и санкциями американцы исходили из того что война приведет к большим потерям которые в резонансе с новыми санкциями вызовут в россии катастрофические социально-экономические последствия и взорвут страну изнутри кровавым бунтом но наши славные белые господа в пробковых шлемах недооценили мощь и устойчивость россии также переоценили могущество запада причем они после целого ряда неудач и поражений продолжают с каким-то идиотским упорством недооценивать россию и переоценивать свои возможности они упорно видят то что хотят видеть похоже наши славные белые господа в пробковых шлемах уже не те судя по всему правящий класс из запада благополучно выродился во всяком случае объяснить иным образом острую интеллектуальную недостаточность европейских и американских правителей невозможно при этом я хочу заметить что проблема интеллектуального вырождения западных элит гораздо катастрофичнее для запада чем это может на взгляд показаться проблема в том что олигофрения присущая не только большинству западных чиновников и политиков но также экспертному и академическому сообществу европы и сша если вникнуть в то что в большинстве своем сейчас говорят и пишут его представители возникает ощущение что эти люди совершенно неадекватные полностью утратили контакт с реальностью они одновременно не понимают нас русских и не понимают те финансово-экономические политические и социальные процессы которые происходят в их странах но это еще не все если судить по результатам деятельности сша и европы то олигофрения судя по всему присущие транснациональным олигархическим группам которые концентрируют в своих руках большую часть материальных ресурсов мира и почти абсолютную власть то есть на западе в одинаковой степени олигофренами являются и те кем манипулируют и те кто манипулирует а это уже беда запад обладает очень богатыми уникальным наследием сфере культуры политики экономики и финансов которая есть результат усилий наиболее выдающихся представителей западной цивилизации на протяжении как минимум пяти веков это наследие основа западного могущества и доминирования но начале этого века духовно-психологическая интеллектуальная связь между этим уникальным наследием и нынешними правящими элитами запада нарушена их духовный и интеллектуальный уровень настолько низкий что уникальное наследие их предков для них китайская грамота они не могут его воспринимать и не могут им воспользоваться они пытаются отбросить это наследие и выстроить нечто свое с нуля на совершенно новых принципах и как итог этого нарастающих катастрофа запада помните фильм планета обезьян по его сюжету люди на земле вымерли уступив мир обезьянам при этом обезьяна смогли достичь сам развития человеческого уровня но то фильме а в реальности старая элита запада вымерла а ее потомки деградировали до уровня шимпанзе связь и преемственность поколения разорваны эти приматы пытаются подражать своим предкам но обезьяна добравшись в кресло напяли в смокинг и взяв зубы сигару остаются обезьяны это просто будет обезьяна в смокинге сейчас обезьяны запада пытаются подражать людям но это вызывает лишь улыбку как тут не вспомнить о свальда шпенглера с его закатом европы и тут грязала специальная военная операция изначально так как планировалось украину доводят для русофобского психоза параллельного оружия затем проворцируется российско-украинский конфликт а после этого против россии уводятся сокрушительные санкции к выполнению которых вашингтон принуждает весь мир ведь власть американской элиты абсолютно а могущество глобальной американской империи безгранична так ли но тут выясняется что получил наследство глобальной империи американская элита не знает как ее пользоваться у нее для мирового господства вроде бы все есть а господствовать она не может приматы не знают как работает глобальная империя они ритуально повторяют все то что делалось до них но в результате их усилий происходит лишь поочередное разрушение всех имперских механизмов теперь мне вопрос если вы сели в автобус но после того как он поехал вдруг выяснили что за его рулем находится шимпанзе что попытаетесь сделать вы постараетесь как можно быстрее покинуть автобус так вот американская глобальная империя это автобус который несется в неизвестном направлении на огромной скорости а управляет им приматы в смокингах причем тормоза у этого автобуса уже сломаны и те его пассажиры которые поумнее начали выпрыгивать из автобуса на ходу понимая что рано или поздно он либо въедет в стену либо улетит в пропасть ну а слабоумные пассажиры продолжают сидеть в салоне и хором петь хвалебные воды водителю нынешнее мироустройство выстроенное западом это не более чем очередная версия западной колониальной империи которая выкачивает ресурсы из имперской периферии имперский центр иного смысла в существующем ныне миропорядке нет всякая попытка любой незападной страны вырваться за рамки современной неоколониальной системы предельно жестко наказывается эти страны попросту уничтожаются либо с помощью финансово-экономических санкций либо путем прямой военной интервенции а те из них которым удается отбиться попадает в изоляцию и превращается соединенными штатами в мировых изгоев лишаясь всякой возможности полноценно жить и развиваться все это всякий раз сопровождается в мировых сми принадлежащих транснациональной олигархии разнообразным пропагандистским бредом о демократии правах человека территоризме агрессии и прочих идеологических фикциях это я к тому что кровавый грабеж всего мира соединенные штаты и европа всегда прикрывали и прикрывают красивыми сказками о великих принципах и высоких идеалов причем то что у сша и европы образно говоря руки по локоть в крови ничуть не мешает их лидерам пафосно рассказывать об этих великих принципах и высоких идеалов а тут путин россия ее нежелание вписываться в американскую неоколониальной империи ну кому же такое может понравиться в вашингтоне это же вызов соединенным штатам вот и решили американцы россию уничтожить используя для этого украину в качестве инструмента но как я уже сказал интеллектуальный уровень западных правящих элит стремится к уровню приматов а поэтому великие белые стратеги в пробковых шлемах не удосужились посчитать что произойдет в условиях блокады россии с мировыми финансами производством продовольствием и энергетикой ведь западу приятно верить в ничтожность и незначительность россии и эта вера сейчас убивает энергетику и экономику европы раскручивая инфляционную спираль и даже угрожая голода европейцам хватило ума отказаться по приказу из вашингтона от сотрудничества с россией но им не хватило ума понять что компенсировать потерю торгово-экономического сотрудничества с ней они не смогут россия это то от чего отказаться и сохранить при этом здоровье невозможно также челанство и слабоумие западные элиты не позволили ей осознать что россию невозможно изолировать на международной арене здесь действует два фактора первый заключается в том что производство также энергетическая и продовольственная безопасность многих стран мира напрямую зависит от сотрудничества с россией а второй фактор заключается в том что накануне начала специальной военной операции москва провела целый ряд дипломатических мероприятий в результате которых был создан антизападный альянс что изначально сделала невозможным изоляцию россии как итог разрыв финансовых и торгово-экономических отношений с западом и его сателлитами был компенсирован москвой значительным усилением финансовых и торгово-экономических отношений с целым рядом больших богатых влиятельных незападных стран на фоне усиления российского торгово-экономического взаимодействия с незападными странами происходит постепенное формирование финансовой системы независимой от доллары и евро. А на эту параллельную Западу финансовую систему накладываются российские гарантии военно-политической безопасности для всех стран, налаживающих сотрудничество с Россией наперекор американским запретам. Богатство Индии, Китая, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также военно-технологическое превосходство России над США и Европой уже по сути формируют финансово-экономический и военно-политический альянс, превосходящий своей мощью и богатством Запад и его сателлитов. Одновременно с этим Москва ведет интенсивную дипломатическую работу по формированию еще двух тесных альянсов с рядом стран Латинской Америки и Африки. И серьезные успехи этих усилий видны уже сейчас, имеющие глаза да увидят. Фактически на данный момент усилиями России и ряда влиятельных незападных стран интенсивно формируется «Мир без Запада». И именно Россия является инициатором, вдохновителем и идеологом создания этого мира. Каковы фундаментальные, идейно-психологические предпосылки «Мира без Запада»? Их две. Первое – это равноправие и взаимовыгодное сотрудничество. В «Мире без Запада» нет страны, диктующей всем остальным свои условия и правила. В нем нет тех, кто всегда выигрывает и тех, кто всегда проигрывает. В «Мире без Запада» у всех равные шансы на успех в зависимости от своих возможностей и усилий. «Мир без Запада» – это мир без пахана и его шестерок, которые обманывают, грабят и угнетают всех остальных. И это невероятно привлекательный идейно-психологический фактор. А вторая предпосылка – это хроническая ненависть всего мира к объединенному Западу, как к убийце, грабителю, поработителю и угнетателю. Народы всех регионов планеты так или иначе имеют печальный опыт колониального правления европейцев и американцев. И этот опыт вбит унижениями и кровью в их коллективное сознание. Это я к тому, что все народы, ставшие когда-то жертвами западного колониализма, а теперь находящиеся в рамках глобальной системы западного неоколониализма, пойдут за тем народом, который предложит им реальную возможность мира без американцев и европейцев. Нынешнее западное мироустройство держится исключительно на насилии и страхе. Незападные народы прекрасно понимают, что любая их самостательная попытка вырваться из-под западного господства будет жестоко пресечена либо финансово-экономическим, либо военно-политическим способом. Мир Запада построен на несправедливости, грабеже, разнообразном насилии, угнетении, манипуляции и террории. Все народы это знают, но боятся и терпят. Миллионы людей вынуждены жить в мире, которую построил Запад только потому, что они ничего не могут изменить, только потому, что у них нет альтернативы. И тут из исторической мглы появилась Россия. Начинается специальная военная операция. Москва открыто бросает вызов американцам и европейцам, отказавшись мириться с миром, который построил Запад. И сейчас все народы, затаив дыхание, наблюдая за схваткой между Россией и Западом. Поддержать Россию решились не все, тем более открыто. Но те незападные страны, которые сейчас молчат, просто ждут. Они хотят увидеть, чем закончится схватка. Но все они так или иначе на стороне русских. Потому что наша победа дает им надежду на послом неоколониальной системы Запада. Она дает им надежду на освобождение. И эти народы знают, что вероятность нашей победы, а значит вероятность их освобождения очень велики. Потому что мы, русские, не раз побеждали Запад. И потому что уже когда-то, создав Советский Союз, мы, русские, разрушили западную колониальную систему. Это удивительно. Но нас до сих пор помнят и в Латинской Америке и в Африке. Помнят и ждут. Фактически сейчас российской дипломатии прокладывает путь в странах третьего мира уважение его народов к Советскому Союзу, который когда-то помогал им и защищал их. По сути, сейчас не западные народы смотрят на Россию с надеждой. Потому что только Россия может победить Запад. И только она может принести им свободу, создав мир без Запада. У меня на сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова